Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В книге «Для слова Божия нет уз» на странице 579 написано, кавычки открытые, «Лапкин семимильными шагами шел по пути познания мира и человека. В армии я исследовал все политические системы тогдашнего мира и нашел, что самое лучшее, справедливое, что придумал человек – это фашизм. Выше Гитлера на земле человека нет. Но при одном условии – если нет Бога, если в человеке нет божественной души, если нет в человеке души, если ничего не вдохнул в человека Господь, то Гитлер был прав. Надо убивать идиотов, надо убивать слабых. Все по теории Дарвина – селекция, улучшение породы. Но Бог есть, и значит Гитлер не гений, а сатана в человеческом обличье. Вышел фильм «Гитлер. Восхождение дьявола», о его приходе к власти. Считаю, что хотя и ставили фильм не его друзья, но говорит он о многом, как Гитлер гениален на зло. Он строил свой дом на теории Ницше, а не на учении Христа. А это брал не из Достоевского ли, как пишет Давыдов? Фридрих Ницше «Проклятие христианству». Страница 2, 54. Кавычки открыты. Что хорошо? Все, что пробуждает в человеке чувство власти, волю к власти, саму власть. Что дурно? Все, что происходит из слабости. Что из счастья? Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого противодействия. Неудовлетворенность, но стремление к власти. Не мир вообще, но война. Слабые и неудачники должны погибнуть. Что вреднее всякого порока? Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым, то есть христианство. Великая ложь о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую естественность в инстинктах. Кавычки закрыты. Из Закеиль, 19, 9. И посадили его в клетку на цепи, и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость. Чтобы не слышал, уже был голос его на горах Израилевых. Считаю, что фашизм намного более в мягкой форме сатанизм, чем коммунизм, и Гитлер пришел через голосование с закона к власти. Он герой для народа, но он презирал христианство и потом и был низвергнут с шумом, как Саул. Из Закеиль, 36, 7. Посему так говорит Господь Бог. Я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. Из Закеиль, 44, 12. Я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. По щечину влепил мне друг и брат. Без лишних и интимных разговоров. Причин к тому приведших не собрать. В ведре помойном компакт дисков ворох. Так неожиданность пришла на первый взгляд. На самом деле множество прелюдий. Тропу пунктирили к тому сто лет подряд и выплеснули пятнами прилюдно. Они разворошили быт белье, копают и кропают по архивам. Он верхом, низом, без стеснения льет. Какой негодный я, все вобще неплохие. Расследует, сначала их тошнило от призыва на проповедь обуться. Мой голос, борода казались им немилой. И щиплет по местам штаны, как гусы. Гогочит вместе с ними и гусыни, подогревает на супружеской постели. Алены, Нюры, злобно керосинят. Не на молитвы, в поношение спелись. Пощечины, разбиты те сосуды, в которых суховей поил я восстуденный. На суд мирской тащу, пусть истина рассудит, как осмодей вошел в уста Алены. Раскрепощение от совести смирения. Хвастливо мажутся нахальством, хамстом ложью. Не ожидали, как снесет, накленет. Все влево, влево и в вираж заложит. И артос, непроголоченный, застрял. Зажмурились, застыли, все окоченели. С закрытым оком рухнули в провал. Между двух заветов с неотмершим телом. Ударить любо им, вдруг сбросив тормоза. В аффект войти, кулак моим зубам примерить. Шизофренически выпучив глаза. Пытаюсь эффективно громко хлопнуть дверью. 14.12.04. Игнатий Лапкин. Игла.